Уже некоторое количество раз я вам рассказывал, что культивирование насилия как решение проблемы, права сильного как основной идеологии в России, неизбежно будет приводить к ри... и погромам. И, собственно, их становится все больше. Теперь нашумел погром в Коркино. Это Челябинская область. В ночь на пятницу там произошли беспорядки в так называемом цыганском квартале. Поводом стало убийство местной таксистки, в котором подозревают 17-летнего юношу. По итогам ночи задержали более 40 человек. Их отпустили после составления протоколов о мелком хулиганстве. Одного мужчину задержали по подозрению в покушении на убийство. Он ранил с дробовика двух человек. Как все происходило? Как на это реагируют Z-каналы? И в чем ключевая разница между тем, что было раньше в России с такого рода погромами, и тем, что происходит сейчас? В чем ключевая разница с условной «чемодановкой»? И почему те процессы, которые мы видим сейчас, гораздо губительнее для российского государства и приближают, приближают, приближают мелкими, но постоянными шажочками Россию в состоянии тотальной ***? Итак, сначала разберемся, что произошло. Вечером в среду 23 октября в городе Коркино Челябинской области была убита 40-летняя женщина, работавшая в такси. Как полагает следствие, у нее возник конфликт с 17-летним юношей, которого она подвозила домой. Молодой человек набросился на водительницу с ножом и не менее четырех раз ударил ее в грудь. У женщины осталось двое несовершеннолетних детей 11 и 15 лет, пишет региональное агентство новостей «Доступ». Местное издание 74.ru приводит имя погибшей Елена Сарафанова, она же Манжосова. Вечером в четверг задержали 17-летнего подозреваемого в убийстве. Еще одного человека проверяют на причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело об убийстве, статья 105 УК РФ. Как рассказал 74.ru, отец подозреваемого, молодой человек, глухонемой. Его словам, юноша был в гостях, и его двоюродный брат вызвал ему такси, чтобы тот вернулся домой. Отец уверен, что его сын невиновен. Он жестами показал, что они останавливались по дороге, кто-то к ним мог подсесть. «Моя версия такая», — сказал он изданию. С первых сообщений об убийстве таксистки СМИ называли подозреваемых цыганами. Местные жители отмечают, что оба принадлежали к цыганской диаспоре, компактно проживающей в Коркино. Написало агентство «Доступ». 74.ru назвало беспорядки последовавшие ночью погрому в цыганском квартале. Вскоре после задержания подозреваемого на улице Коркино вышли около 150 человек, требуя наказать виновных в убийстве таксистки. Как пишет «Комсомольская правда», Челябинск огромная толпа пришла вечером к домам родственников задержанного парня. В нескольких домах были выбиты стекла, а в воздухе стоял запах гари, пишет 74.ru в хронике событий ночи. Телеграм-канал «Осторожно новости» утверждает, что в Коркино поджигали и переворачивали машины, которые местные жители считали цыганскими. На место выехали ОМОН, Росгвардия и другие силовые структуры. Въезд в Коркино со стороны поселка Тимофеевка, где, как пишет 74.ru, живут цыгане, был перекрыт. В то же время цыгане целыми семьями начали спешно покидать Коркино. А жители соседнего Еманжелинска рассказали «Осторожно новости», что в их город приехали семьями с большим количеством детей, спасающиеся от беспорядков люди. Не обошлось в Коркино и без стрельбы. Двое мужчин 86 и 95 годов рождения были легко ранены из дробовика без повреждений важных органов, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Утром в пятницу задержали предполагаемого стрелка. Им оказался 58-летний местный житель, как пишут СМИ, цыган. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. По итогам беспорядков задержали 43 человека, сообщило издание 74.ru, источник правоохранительных органов. На них составили протоколы о мелком хулиганстве, после чего отпустили домой. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать оба уголовных дела, об убийстве таксистки и о покушении на убийство двух мужчин в центральный аппарат ведомства. Сообщение СКР впервые в официальных источниках подозреваемые называются лицами из цыганской диаспоры. Начальник полиции Коркино Владимир Дякин после беспорядков был отстранен от исполнения обязанностей, и в его отношении началась служебная проверка. Об этом заявил глава ГУМВД по Челябинской области Сергей Космачев на встрече с местными жителями на следующий день после беспорядков. И тут довольно типичная ситуация, где вообще сложно сказать, кто прав, а кто нет. По какой причине? Ну, конечно, громить, поджигать машины, переворачивать машины, поджигать дома. Не очень хорошая история. Более того, тут проблема в том, что существует проблематика вот этих роман-клабов внутри России. Про это есть довольно такой подробный фильм, который называется «Табр уходит в небо». Его снял Борис Соболев, по-моему, его зовут. И там подробно рассказывается про проблематику, в принципе, которая существует. Я, в принципе, считаю, что решение таких проблем довольно универсальное. Это ассимиляция плюс отсутствие взяток. Ну, то есть, на самом деле, в основе любых таких историй лежат взятки. То есть, когда местные силовики закрывают глаза на те или иные преступления, торговлю героином или еще чем-нибудь за взятки, и, собственно, это является корнем проблемы, а не в том, что кто-то рома, а кто-то, значит, не рома, у кого-то другая национальность, кто приезжий, кто не приезжий и так далее. Кстати, отдельно забавно, что зетники и вообще, в принципе, российские обыватели не очень понимают, что такое мигранты, а что такое просто люди другого этноса, потому что многие называют этих рома мигрантами, хотя они не мигранты, они абсолютно граждане России, и люди просто не понимают. Ну, например, они их призывают депортировать, не понимая, что как бы, а куда депортировать эти люди с российскими паспортами. Короче говоря, я не буду зацикливаться на том, что в России существуют этнические проблемы в большом количестве. Они действительно существуют, и в основе их лежит, как всегда, коррупция и, собственно, отсутствие каких-либо нормальных процедур, СМИ и так далее. То же самое, что с Кадыровым. Проблема не в чеченцах, проблема в кадыровщине. Это когда у тебя есть возможности для того, чтобы делать все, что ты захочешь. И у тебя есть привилегированное сословие, неважно по какому принципу, этническому или любому другому, которому ничего не страшно, потому что их всегда отмажут. И в этом смысле, неважно, речь идет о диаспорах или речь идет, я не знаю, о каких-нибудь силовиках или еще о ком-нибудь, здесь главная проблема – это отсутствие равенства перед законом. И оно бодируется не на этнической принадлежности, а на том, что в государстве в принципе нет конкурентной среды, судебной системы, нормальных институтов и так далее. Но вот здесь мы подходим к интересному. Самое интересное – это отличие от того, что было раньше. Самый громкий случай – это, конечно, Чемодановка, 2019 год. И в чем отличие? Отличие в том, что теперь появилось огромное количество публичных личностей, которые открыто призывают к расправе и самосуду на этнической почве. И это люди – зетники. Новая прослойка Z-вейнкоров, Z-блогеров, называть как хотите, открыто призывает к погромам, открыто призывает к тому, чтобы избавляться от мигрантов и, в принципе, людей другого этноса, не русских, не славян, несмотря на то, что они являются гражданами России. И вот здесь как раз проходит грань. Грань между проблемой, которая существует, но которая вряд ли может вылиться во что-то большое и драматическое, и проблемой, которая все больше и больше раскручивается. Это самая спираль насилия, которую активно подливают, бензин в этот огонь подливают Z-ники. В целом это следствие в принципе политики государства. Потому что когда государство избрало своей основной политикой ненависть, когда убийство стало почетным, и за него выплачивают деньги, сначала единоразовые выплаты, а потом каждый месяц, когда рассказывается, что Украина, на которую напала Россия, сама в этом виновата, и что при определенных условиях можно идти убивать людей, и ты должен из-за этого становиться герой, а не преступником, когда из тюрем можно выходить прямо на так называемое СВО и не сидеть в свой срок, вот тогда все общественные институты, а точнее их остатки, начинают крошиться дальше и рушиться. И сейчас я вам покажу, что писали Z-ники, к чему они призывают, и почему они раскручивают эту тему, что в итоге приведет к большой резне. Но перед этим напомню, что вы можете поддержать распространение ролика лайками, комментариями, подписками, а также поддержать его финансово. Это можно сделать двумя способами. Первый способ — это купить NVPN. NVPN позволяет вам обходить любые блокировки, замедление Ютуба, ну в общем делает все то, что делает VPN, только это VPN, который сделал я, и мы достаточно пристально следим за тем, чтобы там успешно обходились блокировки. Вы можете заметить, что таких крупных VPN-ов, как Surfshark или NordVPN, в России уже нет. Почему? Потому что им лень заморачиваться с тем, чтобы обходить блокировки. Это довольно сложно, особенно когда Роскомнадзор активно пытается этому препятствовать. Поэтому есть маленькие решения, гибкие, быстрые, вот разные компании. Есть мой VPN, есть много других VPN-ов. В общем, в принципе, ставьте любой. Главное, чтобы у всех был VPN. Но если вы хотите еще поддержать мой канал, то покупайте NVPN. Ссылки в описании. Собственно, с зарубежных карт, с российских карт. Если есть возможность, лучше с зарубежных. Там у нас комиссия меньше, потому что с российских Telegram берет свои 30%, по-моему, поэтому цена выше, чем в среднем по рынке. Короче говоря, NVPN, покупайте его, и вы поможете каналу, и получите доступ к интернету нормальному, без замедлений и без блокировок. Ну а также можете помочь на Патреоне. Ссылка в описании. Туда вы заходите, выбираете уровень поддержки и получаете соответствующий бонус. Это чат вместе со мной и другими патронами определенного тира. Это возможность в конце видео ваш никнейм поставить или любое слово, которое вы там захотите. В общем, разные тиры, разные бонусы. Подписывайтесь на Патреон, покупайте NVPN, а мы с вами переходим к зетникам, к тем самым, которые призывали буквально сжигать дома. Например, это делали Дешерга Русич. Они написали пост, который потом немного подкорректировали, но изначально он выглядел так. В Челябинске цыгане убили русскую. Когда местное население потребовало выдать преступников и прикрыть наркобизнес, местная администрация, наверное, как всегда купленная, прислала СОБР, который встал не на защиту русских людей, а на защиту своих спонсоров-наркоторговцев. Совет. А вообще? А вообще, сжечь дом коктейлями Молотова можно было и до приезда СОБРа. Вместе со всеми, кто находится внутри, толпу не осудят. Полумеры в виде демонстраций не несут никакой пользы, а сожженный дом принес бы ощутимый эффект. Написали Дешерга Русич. То есть буквально призыв к убийству людей, к убийству российских граждан внутри самой России. Я напоминаю, это люди, российские военнослужащие, это Дешерга Русич. И никто, и ничего им за эти призывы не делает. Вот такое оно, русское воинство. Ридовка пишет и прикладывает видео около 30 задержанных, 3 сгоревшие машины и 2 подожженных дома. Это были последние данные о погроме в Челябинском Коркино до того, как там все разогнали. По данным местных СМИ, Гнидовка уточняла, что после антицыганских беспорядков силовики задержали до 30 человек. Среди них не только участники беспорядков, но и сами цыгане. Когда начался народный сход, как они это называют, табор целыми семьями сбежал в соседний город. На кадрах из одной Нивы вылезает 20 человек, как они указаны. Всего после драки сгорели 2 частных цыганских дома, местные также сожгли 3 автомобиля. Все имущество принадлежало местным цыганам, пишет Гнидовка. Злой журналист, пишет. Город Коркино. Местные несовершеннолетние цыгане за***ли женщину-таксиста, у которой остались двое несовершеннолетних детей. Люди вышли на народный сход, устроив антицыганский погром. Приехал ОМОН, но вместо того, чтобы насадить прям там всю цыганву на бутылку, отправив рака в СИЗО, они принялись их защищать. Приказ начальства. Понятное дело, наблюдаем за ситуацией, написал он. Александр Картавых, пишет. Интересные дела творятся. Осуждаю погромы, конечно, но и безнаказанное убийство людей тоже осуждаю. Короче, осуждаю все происходящее, но слежу с интересом, пишет он. Ну и раз момент походящий, меня кто-то читает из ЛПРов, то обращусь к ним. Вы допускаете в этническом вопросе критически низкий уровень справедливости, навозя сюда х** пойми кого и не контролируя приезжих. Поэтому периодически будут возникать такие, скажем так, эсцессы. Они просто неизбежны, в общем и целом, когда творится беспредел и когда люди не чувствуют себя защищенными. Одной рукой государство ведет СВО, которое дорого стоит русскому народу, остальным народам оно тоже стоит прилично, но основные тягоды тащат самые многочисленные, это очевидно. При этом начатое СВО было в состоянии шейгушатника, то есть с голой ж**. И еще поэтому обошлось так дорого. Государство так-то серьезно накосячило в организации, воров наплодило, которых сейчас сажают, пустило очень много на самотек. И это больно, дорого и неприятно все. Второй рукой государство завозят сюда толпы людей низкой культуры, назовем их так. Эти люди устраивают тут беспредел, бодро собираясь в группы по этническому принципу и противоставляя себя коренному населению. Их сюда приехали миллионы, вспоминаем цифры Бастрыкина в очередной раз, и они каждый день творят какую-то лютую х**. И они сюда приехали в довесок к тем привилегированным этническим группам, которые уже были. Привет цыганам, как яркий пример. Меры принимаются недостаточно, и государство постоянно с приезжим и сюсюкается, реагирует реактивно, в лучшем случае просто исполняет УК РФ. В худшем всякое бывает. Системные работы не видны. Системные их только сюда завозят и лоббируют их ассимиляцию. Привет, Семигин. Это справедливо? Это очень несправедливо. Если задуматься, это ужасно неправильно. Это очень сильно всех в усмерть запарило. И поэтому вы не удивляйтесь. Чисто по законам физики где-то должно было полыхнуть. И вот полыхнуло. Это потому, что с законами физики нельзя порешать по-братски. Если в котле завинтить крышку и начать его нагревать, то неизбежно случится некоторое х**. Оно и случилось, собственно говоря. Как на это реагировать? С пониманием, очевидно. Цыганские поселки это рассадник криминала, не желающих жить по законам РФ. Почему-то на это смотрят сквозь пальцы, как правило. Но сегодня надо прекратить. Так смотри, сегодня, раз уж случилась такая оказия, требуется проявить политическую волю, реально разобраться в ситуации и сделать так, чтобы закон торжествовал, а справедливость была восстановлена. Тогда будет выпущен пар. Котел перестанет так угрожающе кипеть и будет временно придумать, принять какие-то системные меры и все такое. Ну или можно начать искать русских фашистов или вануть масло в огонь. Но тогда я ничего не гарантирую, кроме того, что будет плохо и грустно абсолютно всем. Понимаете, в чем проблема с этниками? Они дерьми, ну правда. Ну то есть вы как бы жалуетесь на то, что много мигрантов, и ладно, вы путаете мигрантов и не мигрантов. Окей, я уже давно, ну когда впервые я столкнулся, у меня в моей большой родне были, так сказать, по одной ветке люди, ну которые тоже любили вот всякую такую, скажем так, обсуждать неэтнических русских россиян. И я в какой-то момент заметил, я был еще достаточно молод, я говорю, слушайте, так вы же всех путаете. Ну то есть типа у вас чеченцы-мигранты, хотя они типа россияне. Ну то есть вы путаете азербайджанцев и армян. Ну то есть типа вы, ну хоть подойдите как-то к вопросу более адекватно. Они такие, да, пофигу все. Ну и дальше слова, которые я не буду воспроизводить. Вот. Но меня всегда это, конечно, забавляло. Но здесь, что удивляет отдельно, вы жалуетесь на засилье мигрантов, при том, что уже 200 тысяч русских, которых вы так защищаете, лежат в могилах. А еще примерно 400-500 тысяч раненые и вряд ли смогут когда-либо работать полноценно, потому что в России нет инфраструктуры для этого. И при этом вы поддерживаете войну, которая плодит русских и русских инвалидов. Ничего не щелкает. Ничего у вас в голове 2 плюс 2 не складывается. При этом объяснить, на кой х** нужна эта война, никто из вас не может. Зато удивляться, что все заполнено мигрантами, когда всех россиян, ну то есть часть просто взяли и отправили на войну, часть заманивают большими бабками на войну. То есть, ребята, русские в другом государстве сейчас. Их отправили туда убивать. Тоже в вашей системе ценностей, кстати, братский народ, хотя я считаю это одной из самых глупых идей на свете, тем не менее, в их системе ценностей это братский народ. То есть, вы поддерживаете, чтобы умирало больше русских, которые убивают при этом братский народ и выступаете против мигрантов, при этом не понимая, что все эти вещи связаны между собой. Как можно быть таким? Более того, знаете, за что выступают заэтники? За справедливость и закон. А знаете, кто на это болт клал всю свою карьеру? Владимир Путин, который сейчас российский диктатор. И по конституции он водил болтом. Ну ладно, не так. Он так вот водил болтом своим. И по всему остальному. А знаете, кто против этого выступал? Против пренебрежения законами. Против коррупции в силовых ведомствах. Все те, над кем вы изгаляетесь. Ну, так нелюбимые вами либералы. Алексей Навальный. Да и я в том числе, хоть и я не либерал. Понимаете? Абсурдность ситуации в том, что вы выступаете за те ценности, за которые выступали те люди, против которых вы постоянно что-то там в своих телеграммах шушукаете и пишете, стыдливо закрывая лицо. При этом вы выступаете за то, чтобы не было мигрантов и было больше русских на рабочих местах. При этом вы выступаете за войну, которая приводит к тому, что русских меньше становится. Чисто физически. Ну, реально. Ну, я поэтому и говорю, что ни одного последовательно адекватного зетника нельзя найти. Не только потому, что даже в системе нормальный координат с нормальным моральным компасом они демонстрируют свой адиотизм, но потому что и даже вот если взять их систему ценностей, где там что-то русский вперед, еще чего-нибудь, русский мир, я не знаю, что все этнические группы должны быть уничтожены, кроме того, я не знаю, как далеко распространяется их вот это вот у каждого индивидуально. Но даже если на это посмотреть, то можно сразу увидеть непоследовательность и абсолютный идиотизм. Ну и дальше Картавых продолжает. Ну и да, сейчас враги России будут разгонять этот кейс. Погромы в день саммита всяк. Ну так. Хотели, если это реально самое слабое место РФ, ее неадекватно игнорирующая интересы большинства национальная политика. Естественно, будут сюда тыкать. Это же самоочевидно. Я реально искренне не понимаю, почему государство этот дискурс упускает из рук и дает всяким мутным его оседлать. Ну вы бредите, что ли? Вот этого казино добавляет Александр Картавых. Но помимо него разницу между мигрантами и просто людьми другого этноса с российскими паспортами не понимают и сами жители этого города в Челябинской области. Вот посмотрите, посмотрите видео в ДК в каком-то, я так понимаю, местные силовики решили разрядить обстановку и успокоить ситуацию. Нам-то что делать? Вы не можете их депаркировать, а не граждане России. Тогда не подкинуйте всех нас. Получайте. Я еще раз хочу сказать, что каждому факту такому, когда лицо получило незаконное гражданство Российской Федерации, мы дадим надлежащую оценку. Это еще раз я об этом говорю. Других способов, законных, нету. Вы же все собираемся жить законным, правовым, государственным. Уважаемые коллеги, давайте так сделаем. Я еще раз хочу сказать следующее, что сегодня мы здесь с вами все вместе работаем до последнего, что называется, заявителя. Я хотел поинтересоваться, мы, если с помощью закона, как-нибудь можем депортировать их из нашего города. Все. Больше с точки зрения референдума и с точки зрения депортации, ситуация следующая. Каждый из лиц, проживающих на территории Российской Федерации, должен здесь проживать, естественно, на законных основаниях. В этой связи прокурор области проверит законность миграционных документов. Это могут быть разные документы, начиная от иго-за жительства и заканчивая, собственно говоря, даже пастором гражданина России. Референдум! Они, сука, референдум захотели, чтобы выгнать Рома из их города. Нам было против другого референдума выступать по поправкам. Тогда, может быть, какая-нибудь законность и справедливость была. Но вернемся к зетникам. Как вы видите, они накаляют это все до предела. В 2019-м времен Чемотановки, конечно, тоже были разные люди, которые нагнетали. Например, был мой националистический коллега Голубев, который тоже рассказывал, как там все русские должны что-то громить, еще чего-нибудь такое. Он более аккуратно говорил, но тем не менее. Кто такой Алексей Голубев? Вы даже не знаете, кто это, никогда не узнаете. Плюнся, растереть. Но зетники, как сформировавшиеся не в реальности какое-то количество эффективных людей, которые могут вывести кого-то на улицу, а как бесконечно участвующие в информационном распространении люди, они влияют на, сюрприз, информационное распространение. Сами они на улицу не выйдут, никого не выведут, потому что, ну, мы видели, как из Агиркина выходили, видели, что сейчас было, когда Егора Гузенко сажали, понятно, это никто, ну, то есть, это диванные воины, абсолютно такие же, как там, не знаю, я или кто-нибудь еще, то есть, мы в этом смысле мало различаемся, они диванные воины, я диванный воин, правда, у меня не диван и кресло, они действительно с удобного дивана пишут. Но важно то, что они эти дрова в костер подкидывают и читают этих диванных войн, в чем смысл диванных войн, да, обычные люди, эти обычные люди, которых заряжают, вот эти вот люди, связанные с СВО, как им кажется, люди, связанные с войной, люди, имеющие определенный авторитет, они их, безусловно, на это заряжают. Поэтому конфликты не только там с Ромой, не только на этнической почве, вообще разные, там, с поиском евреев в аэропорту, с, там, убийством росгвардейцев в Чечне, с нападением на полицейских в Дагестане, с бунтами в тюрьмах в Ростовской области, это все звенья одной цепи, это раскручивание ненависти, которая стала национальной идеологией. И вот, пишет Рыбарь, опять же, один из самых уважаемых Z-каналов, он, кстати, видит разницу между цыганами и эмигрантами, вот что он пишет в своем посте. Об антицыганных погромах Коркина и дальнейших перспективах развития обстановки. 23 октября тело 40-летней Елены Сарафановой нашли возле Коркина в Челябинской области. По данным СК, женщину позже в соцсетях появились ориентировки на убить Елены с фото 17-летнего Мануила и 19-летнего Марселя. Они оказались жителями одного из домов, где проживает представитель цыганской диаспоры. Местные жители утверждают, что Мануил и Марсель ели Елену и угнали машину, однако оперативно задержаны не были. Вчера жители Коркина вышли на сход из-за убийства женщины-таксиста. Они обвинили в этом двух несовершеннолетних цыган. Местные пришли к домам диаспоры по причине бездействия МВД. После этого люди окружили дом, где проживали Марсель и Мануил, и цыгане открыли по ним огонь стрелкового оружия, после чего жители стали закидывать дома камнями. Дом оцепил ОМОН и СОБР. Недовольных задержали, а силовики вошли внутрь здания. Позже в челябинских СМИ появилась информация, что всех задержанных отпустили после составления протокола о мелком хулиганстве, а стрелявшего по местным задержали, и по неподтвержденной информации на него завели уголовное дело. При этом, где обвиняемые в убийстве таксисты, не ясно. Итак, в довесок к мигрантским проблемам пришло время поговорить и на цыганскую тему. Цыгане — это максимально социальный элемент любого общества. Они не работают, освобождены от воинской повинности, не платят налоги, не признают государство как таковое, а считают свой табор центром их жизни. При этом они получают всевозможные пособия на детей от государства. Сюр, не так ли? Однако основной способ заработка цыган — это криминал. 99,9% всех цыган — это бандиты, которые опасны для любых соседей. Такие инциденты с ними далеко не новость. Просто на это обычно закрывали глаза. И по поведению местных властей и силовиков Коркина сейчас вы видите, как это происходило. Реакция администрации такова. Ой, а как это произошло? Они отправили туда ОМОН. Те, недолго думая, начали арестовывать всех подряд. В СМИ говорят о 43 задержанных, но без указания конкретного числа местных, жителей и цыган. Так что не удивимся, если цыган там практически нет. С точки зрения текущей обстановки единственным положительным моментом в этом всем является то, что глава СК Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль. Но даже это не значит, что местные власти что-то будут делать. По факту они могут арестовать причастных к убийству женщин и передать их в суду. Остальных представителей цыганского табора выгнать из города куда-нибудь в отдаленное место компактного проживания. Но по примерам прошлых лет мы в этом сомневаемся. Для властей Коркина выгода заключается в том, чтобы спустить ситуацию на тормозах, поскольку цыгане будут откупаться от произошедшего большими суммами. Самых отъявленных по мнению администрации жителей, ученивших беспорядки посадить и закрыть на этом дело. Не знаем, как все будет на самом деле. Предполагать не будем, просто будем наблюдать. Но мы очень сомневаемся, что даже такой резонанс как-то повлияет на положение цыган в России. Многонационализм и Россия ставят о них хэштег. Как вам? Похоже на, не знаю, призыв к примирению, разбирательству, еще чего-нибудь? По-моему, нет. По-моему, похоже на очень интересный взгляд на события, которые, по факту, были несколько иными. Роман Голованов, давний друг, под кличкой Смывкашина, пишет следующее. По погромам в Коркино. Я был в Чемодановке, когда местные громили цыганский анклав. Был в Тульской области, когда были стычки за цыганских газовых врезок. Вот что хочу сказать. Страшнее русского бунта ничего не видел. Даже на войне все как-то понятнее, а тут идет в разнос все. Никто не думает о завтрашнем дне. Ладно, завтрашний день. Никто не думает на 5-10 минут вперед. Но важны причины. Тут уже следствие. Все и всегда происходило по одной схеме. Живут местные. Рядом нелегальный цыганский анклав. Местные терпят унижения, плевки, оскорбления, пьяные гонки по дворам. Потом оборзевшие начинают приставать к женщинам. Потом местные боятся выпускать детей и гулять. Начинается обращение в полицию, но там защиты нет. Потому что кто-то как-то на связи со всеми баронами-шмаронами свои отношения с диаспорой. Тут происходит финальная точка. В Челябинском случае убийство таксистки, которая тяжелым трудом кормила семью. У нее остаются дети. И здесь вылезает какой-то барон, который обещает судебникам своим цыганским законам. Все, точка невозврата пройдена. На место цыганского поселения ставьте любой анклав, который создает государство в государстве и начинает защищать своих по крови. Если бы два русских убили бы цыганскую таксистку, никто бы из русских и не подумал их защищать. Убийцы должны уехать далеко и навсегда. Это как дважды два. А тут так не работает. Это свои. Их надо выгораживать. Для меня убийцы не могут быть своими. А тут могут. Схема плюс-минус одинаковая. Еще раз, ничего страшнее русского бунта я не видел, когда приезжал на репортажи. Все эти навольнято. Детский сад рядом с этими. Видео и близко не передает всего ужаса. Я так не очень понимаю, почему Роман Главанов, он же смывкашенный про навольнято, что-то там говорят и прочее. Рассказал бы про защиту Гиркина, например. Насколько четыре скуфа были серьезной силой. Старший Эда пишет. Когда-то город Коркино Челябинской области был знаменит тем, что там находился второй в мире по глубине угольный разрез. Сейчас Коркино попал в топ новостей из-за убийства в русской женщины цыганами. Просто взяли и убили, так как чувствуют, что их могут отмазать и страха наказания нет. Уверен, что скоро какие-нибудь непонятные лица из цыганской диаспоры потребуют защитить их от русского фашизма, а представители власти еще и проведут с ними переговоры. «Диаспор в России быть не должно. Этот позорный пережиток прошлой России должен навсегда уйти. Старство небесного погибшей русской женщины цыганским убийцам самого справедливого возмездия», пишет Старший Эда. Немного остудить горячие головы традиционно пытается Охранута, символом которой стала Соловьевская Юлия Витязева. «В правовом государстве», пишет она, «Монополия на применение силы принадлежит исключительно государству. Никаких самосудов и внесудебных расправ. Поэтому да, силовики гасят последствия народного схода, в процессе которого уже были попытки поджечь жилые дома. И в этой истории нужно проверять всех и цыган, и тех, кто вывел на улице толпу, разогрев ее до невменяемого состояния. А еще тех, кто сейчас разгоняет все это по соцсетям с призывом бить силовиков и брать власть в свои руки, параллельно сжигая все на своем пути. Информационная какашка под занавес саммита Брикс получилась большая и вонючая, что наводит на определенные мысли о спланированной провокации». Конечно, более аффилированные с властью люди сразу видят руку Запада. Напомню, в Дагестане дагестанцы шли искать евреев в турбинах тоже по приказу Запада. Андрей Медведев пишет «Почему я не удивлен, что это именно Челябинская область? Вероятно, потому что до этого уже не раз именно там мы видели ситуацию, когда диаспора оказывалась выше закона. Там порешали, тут порешали, убили русского парня, а потом раз и оказалось, что кто-то из задержанных ни при чем, кто-то просто рядом стоял, а те, кто в клетке сидят сплошь бородатые и радостно смеются. Там какая-то аномалия уральская, то ли пришейцы, то ли рептилоиды колдунство наводят. Цыганский поселок не вчера же появился, даже не позавчера. Долгие годы он не в вакууме находился. Как пишут коллеги, люди жаловались на торговлю и на вызывающие поведение цыган, но не замечали этого как-то соответствующие структуры. Почему? Так говорю, аномалия. Видно марсиане, какие облучали структуры лучом забвения. Закончились эти паранормальные явления погромом и самосудом. Это, безусловно, неправильно и противозаконно. Но вот не надо сейчас искать мифических русских националистов или руку коварного запада. Это беззаконие погром, то есть выросло из другого беззакония. Когда правонарушения определенной группы лиц не замечали, и у этого всего есть фамилии, отчества и должности. Если сейчас задержали тех, кто сжег чужую машину, то задерживать надо и тех, кто довел до этого. Делать вид, что таковых граждан не имеется в наличии, и оно случилось только по причине особого злонравия русских людей неправильно и опасно, ибо не устраняет корень проблемы и создает новые. А да, когда кто-то пишет, что Запад будет раскачивать национальный вопрос, то это чистая правда. Вот потому нужно каленым железом выжигать любые явления, которые ведут к раскачке одноонного. Скажем, этническую наркоторговлю. Точнее, ситуацию, например, когда в каком-то месте таковая торговля есть, а правоприменения нет. Ибо аномалия. Ну, как вы понимаете, в штаны опять Запад. Эдвард Чесноков пишет, по случаю событий в Коркино не могу не вспомнить, что профильное ведомство Федерального агентства по делам национальности потратило за последние полгода десятки миллионов рублей на мониторинг тех самых конфликтных ситуаций. 25 марта 2024 года проведение комплексно-социологических исследований, направленных на ранее предупреждение конфликтов на проблемных территориях. 15 миллионов 581 тысяча 134 рубля 80 копеек. 14 мая проведение социологического мониторинга основных показателей состояния межнациональных отношений 17 миллионов 701 тысяча 772 рубля. Услуги по технической методической поддержке пользователей государственной информационной системы системы мониторинга в сфере межнациональных и межконституциональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 4 миллиона 500 тысяч рублей. 19 июня развитие государственной информационной системы системы мониторинга в сфере межнациональных и межконституциональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций 5 миллионов 400 рублей. Но опять не сработало, пишет он, что-то. Не досмотрели. Дежурно пнем леваков, волнения в Коркино начались после убийства женщины-таксиста. Однако в леволиберальной градации права женщин стоят ниже прав этнодиаспоральных меньшинств. Вот если бы женщину, не дай бог, убил бы представитель этнобольшинства, тогда да, до феминисток и правозащитников в поддержку несчастной стоял мы до Венеры. Коркино все копилось годами и любопытно, что в 2014 году, ровно 10 лет назад, Фаден потратил аж 63 миллиона, примерно миллион долларов по тогдашнему курсу, на услугу выполнения работ по проведению мониторинга состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений с логического мониторинга ключевых показателей состояния межнациональных отношений в российских регионах. В итоге исполнение того контракта прекратилось и вообще ни туда, ни сюда. Проблема не исчезла. По скриптам, как я уже писал, в 2023 году Фаден потратил на некую систему мониторинга межнациональных отношений порядка 50 миллионов. Тот год закончился антисемитскими погромами в Дагестане. Пишет Чесноков. И интересно, что тут у него еще и леваки виноваты, и феминистки на это. Все у всех виноваты. Запад, леваки, что там, кто еще? Значит, что кто виноват? Виноваты полицейские, силовики, все на свете, все виноваты, кроме Владимира Путина, который создал коррупционную систему, в которой не работают никакие законы, и за бабки можно купить. Все. И мораль здесь будет очень простой. Мораль не в том, чтобы я пытался вот этим людям доказать, что это значит, они должны выступать против Путина. Нет, я не к этому совершенно. Я к остальным скорее обращаюсь. Типа, вот посмотрите на тенденцию. Вы можете сказать, и раньше были погромы, направленные против Рома. И раньше были погромы антисемитские. И раньше были там разборки, и раньше были убийства и нападения в Чечне и так далее. Да, все было. Но ни в такой концентрации, ни в таком количестве. Не каждый из них разгонялось до федерального масштаба огромное количество провоенных спикеров. Не каждый из них, а просто буквально провоенные спикеры писали, давайте сжигать чужие дома вместе с людьми, которые там находятся. И если вам кажется, что это работает в одну сторону, то вам кажется. Потому что, естественно, реакция будет тоже соответствующей. В итоге я говорю, что нынешняя российская идеология и война, которая ведется, ведет к культу насилия, к культу уничтожения, к уничтожению морального компаса как такового. Если можно убить людей в Украине просто так, если государство говорит, что я благодаря этому герое, если Владимир Путин рассказывает, что это так, можно добиться справедливости, то убивать все будут больше людей вокруг и так далее. Не говоря уже про то, что пока, пока в этих разборках еще не участвуют военные, бывшие и нынешние. А я думаю, что это вообще не за горами. И вот тогда начнется настоящая большая резня. Я вам честно скажу, в предыдущих видео на эту тему я говорил, что как бы вот окно возможностей закрывается, и как бы все меньше и меньше есть возможности для того, чтобы предпринять какие-либо действия, которые смогли бы эту резню предотвратить. Но я не буду лукавить, мне кажется, уже никакие невозможно. То есть я думаю, она будет в любом случае. То есть независимо от развития событий, даже если завтра сменится там руководство страны, Россия выведет войска из Украины и так далее, все равно будет резня менее масштабная, более контролируемая, но все равно будет. То есть мне кажется, что точка невозврата пройдена. Впрочем, может быть я ошибаюсь. Будем на это надеяться. С вами был Майкл Наки, и до скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok